так ребята добрый вечер вот наконец-то попал я к себе на вторую половинку своего участка не было время даже вроде бы как бы рядом а время не было даже сюда попасть ну вот все уже перри пахали протравили перепахали и что-то посеяли что не могу даже сказать то вот такой вот поле получилось а вроде травой была заросшая вроде вам маленькая а вот как его короче они все почистили все нормально сделали то громадное поле получилось а здесь чуть чуть больше 15 акров земли это где-то 15 акров наверное так сколько же это будет гектаров 5 наверное примерно два с половиной короче акра это один гектар будет то вот этот шап я у меня братишка с андрюшей рентует так чисто символически по 100 долларов в месяц каждого вот здесь вот привезли сегодня вот это с блубери привезли с голубики которых ну сейчас вот идем проверка где то есть трутовки вот это потрутовка взял я трес ее и самое дал три рамочки открытого расплода и завтра у нас партия маток приходит 100 штук будет нормально нравится чтобы это вот идем редко где какая здесь вот эта семейка матку взял задавил то где она матка и наверно куда-то утащили то завтра матки придут а вот она на на полу короче перестала сеять смотрю только печатка и все здесь вот это тоже плохо сеет завтра придут короче уже мы сделаем все будет нормально так обрезаем трутня немножко короче снизу где-то много трутня где-то меньше это трутовка это трутовка вот она берет матка матка ничего вроде бы нормально я тоже так думал я просмотрел и вот на предпоследние рамки давай их внутри маточники какие-то странные такие длинные давай-ка сейчас я еще и сейчас я сам ее посмотрю матка вроде смотрится нормально все она как бы бывает на вид она хорошая матка надо уж молодой лично может быть не облетел хотя бы никакие значения сейчас поставь вниз я сейчас я посмотрю короче а здесь а вот что а ну сейчас вот тоже здесь это трутовочка то мы по две рамки открытого расплода ставим они трутовку убивают а потом даем им они затягивают маточники и выходит матка и или вот завтра придут марки то мы дадим маток а если когда нету маток то тогда они сами себе выводят облетывается и исправляются так что осталось тут у нас один два три четыре пять палитов проверить концу недели уже врубаюсь устаю короче сильно устаю старее старее ведь и трава какая буйная выросла конкретнейся повыросла трава надо пройти химии протравить все вот это вот уже все дита ежевика уже началась у нас вести в этом году все-таки растительность такая буйная конкретная а вот уже ежевика пошла много цвету будет бутона вообще усыпано бутона вот уже пошли первые цветочки хорошую площадку в том году сделали здесь а площадочку то став ставили мы здесь где-то 400 семей а сейчас уже где-то 600 семей можно будет ставить именно на зимовку ставим все вот щебнем засыпано надо вот это все вот это потравить руки не доходят и ноги тоже чуть-чуть сейчас вот мы проверки сделаем все вопросы порешаем с матками полностью все будет нормально уже вот так вот наша красавица ежевичка цветет конкретно сейчас это раньше дед григорий и ориентовал я здесь один год ставил то смотрите какая красота как ряды цветут вообще красотища сейчас мед хорошо идет и сегодня прохладно вчера очень хороший теплый день был а сегодня уже намного прохладно сегодня вчера если было 76 это где-то градусов наверно 20 с лишним а сегодня уже наверно градусов всего можно 18-19 всего так вот ну идет пчела и груженая идет пчела нормально работает чего даже очень хорошо работает пчелка красота смотрите какая супер вот сейчас она в самом пике еще 10 дней и уже все она цветет ну как раз вот у нас уже первые цветочки дикой ежевики уже подходят красота а вот ведь уже это наросла это молодая они посадили уже подвязывают они ее чуть так ребята добрый вечер вот у нас уже пол седьмого вечера вот с утра как приехали сюда здесь у нас вот 150 семей на редиске стояли от водочки ничего поднялись а меда нету совсем меда нету от слова совсем видите он как они лезут на сироп мы прокормили все при диска отсюда короче слабенькие от водочки ну как почти поднялись она не сильно семьи ничего нормально они немножко поднесли так чуть-чуть меду а в основном голяк ну что сделаешь ничего не сделаешь вот все уже пол седьмого вечера сейчас домой полностью от 150 семей мы сегодня прошли здесь а на маток просмотрели всех прокормил всех ну вот сейчас кое-где там зароились а были пустые все восполнили короче то нормально вот один пустой еще остался кормушку надо взять будет там у меня кормушки как раз не было я так франку налил челы здесь а возьми ты стресси эту рамку лучше понимаешь это лучше будет там хорошо еще сильнее вот теперь об рамку вот так еще рукой тресни с другого конца короче рукой нет не так не так сверху сверху бруса не так брусок вот он брусок вот он брусок возьми одной рукой держи с этой стороны стресси не так не так сверху я себе объясняю сверху вот возьми вот акула так и tris него сюда да а и в эту сторону также все вот теперь царапать расплоды вот ведь выходит нормально вот видите почти на каждом улике на это потом они там этот воск с этого птички выгрызут трудня а потом мы пройдем следующий раз приедем пройдем пособираем воски все на этом дождик такой ливень прошел хороший вчера весь день и ливень шел короче дождь сильный шел вчера весь день все зелено вот июнь месяц все зелено конкретно зелено меда нету уже так вот сейчас будем ехать там уже белый клевер зацветает вот медов омс вот там вдалеке медов омс цветет здесь напрямую наверно можем майло то запах уликах есть которые сильные семьи то они поднесли ну сюда все от водочки привезли у нас здесь семей практически почти не было но ничего вот некоторым уже надо супер от водочкам тоже ставить уже бог даст все нормально наверно концу недели сейчас еще там надо 34 . развести пчел и неделька перекуру от перевозок и потом уже с ежевики культурной забирать опять развозить дальше так ребята смотрите земля не просыхает чтобы мокро вот так вот уже ливерок зацветает вот уже вот первые цветочки поцвели то хорошее поле вот у нас вот там вот где как забор идет живой изгородили деревьев там и хорошее большое поле потом а вот здесь поле и вот там за дорогой тоже поле клевера вот тепло надо все сегодня 64 65 это для клевера недостаточно ну пчелочка вот она она вот летает селочка ветерок села просто так людям полезно полезно ну вот завтра мы еще немножко дождя будет а потом уже вроде бы был так он смотрится очень харь красиво смотрится по сравнению с тем годом в том году вообще сушняк конкретный был а в этом году нормально у нас вот все вот за этим шапом стоят рядом здесь им лететь вообще супер все едем домой больше часа полтора часа езды нам до шапа сегодня опять там будем короче уже в шапе ночевать наверно завтра вечером домой поедем и будет нормально